итак здравствуйте рубрика вы спрашивали отвечаем как мы подготавливаем мох для субстрата сушим набираем в лесу сырой грязный мох сушим его вот тут вот смесь вот это вот короткий лесной мох вот он такой зеленый даже при высыхании а вот этот вот белый длинный это сфагнум то есть смесь получилась такая короче что было то и набрали годится и тот и тот свойства у них абсолютно одинаковые из чего-нибудь с колон болта шпильки собираем вот такую штуку это я затачивал пытался чтобы не застревал ничего отрезал ну как кухонный комбайн такой типа нож емкость кастрюлька с отверстия продеваем шуруповерт или дрель есть отдельные люди которые пренебрегают любой техникой безопасности и делают подобные измельчители из болгарки но болгарку они крепят на дне емкости накрываем смотрим чтобы примерно посередине было и работает сколько набираешь до упора то есть полная играем до упора у меня шпилька короткая до дна не достает вот набрал сколько влезло вот так закрыл и работаю вообще пока еще мало да и смотрим чтобы обороты были достаточным потому что вот здесь он до полутора тысячи оборотов но 1400 Это нормально, как по-моему. Вот, уже почти всё. Сейчас ещё и маленько добавить, чтобы больше измельчилось. В полу готовую можно добавить ещё совсем не готовую. Куски ничего не разрываю, просто складываю, сколько влезет. Он измельчается, меньше объёма занимает. Так он слишком пушистый, много воздуха. Всё, меленько. Дальше просеиваем. Выбираем ящичек, подходящий для вас ячейкой. Можно мелко-мелко прям, совсем, чтобы мелкая была фракция. Можно такую более крупную. Вот сегодня мы более крупную берём фракцию. Конечно, это в безветренную погоду желательно делать. И на улице, чтобы в помещении не было пылища. Ну да, пылища от этого ещё та. Здесь вот пыль коричневая, потому что это всё-таки лесной мох, короткий. Там со всякими гнигушками. Он растёт же на всяком таком опаде. Если набирать только сфагном, то готовый будет совсем белый. Более красивого вида. Да. Вот то, что не профильтровалось, а дальше. Это опять в измельчении. Ну, а здесь вот эта фракция. Получается вот и крупненькие частички, и меленькие. Вот такой вот более крупный. Очень удобно добавлять в грунты для ароидных. То есть они любят такое. Они любят воздушненько, чтобы там было много-много воздушных кармашков в грунте. И практически не питательно. Вот этот вот растительный опад, остатки, они будут постепенно также перепревать в грунте, в составе грунта. И растение будет радоваться жизни. То есть вот это самая вкуснота будет. Можно использовать и для укоренения, в принципе. Тут, в общем-то, разницы большой нет. Ну, как измельчить мох? Вот спрашивали, как измельчить? Можно ли применять сырой? Конечно, можно. Но он будет живой, и он продолжит расти в вашем стаканчике. Потому что, когда светло, тепло и мухи не кусают, растения продолжают... Мхи и лишайники все продолжают дальше фотосинтезировать. У него нет корней. У него есть только точки роста, продолжающие всегда расти. Вот здесь тоже это какой-то другой вид мха. Или это кукушкин лен какой-то. Ну, в общем, здесь у нас смесь мхов получается. Все это можно использовать с успехом. Они обладают примерно одинаковыми свойствами. Резать мох живой, сырой очень сложно. То есть, это какую-то другую машинку, мясорубку, я не знаю, нужно придумывать. А в сухом виде, конечно же, гораздо проще. Для сухой он ломается по большей части. Да, он хрупкий. Из-за этого нож то, что я заточил, он резко сел. Прямо после первого же использования. Для сырого понадобится сильно больше обороты. И прям до остроты затачивать нож. Причем еще каждый раз. Очень острый. Здесь обороты низкие. Если есть какая-то дрель с высоким оборотом, оборотами с высокими, то тогда можно попробовать. Но проще высушить и не морочиться. Да, и он в субстрате не будет тогда расти. А свойства у него те же точно остаются. Ну вот, друзья, вы спрашивали, мы ответили, как и что мы делаем. Такого мха иногда больше нужно, иногда меньше. Ну, в общем, как по необходимости. Когда нужно, мы его готовим. Вот таким вот образом. Высушенный при помощи дрели или шуруповерта. В общем, чего-то, что имеет крутящий момент. Такая вот самодельная насадочка. Импровизированная крышечка. И любая емкость удобная. У нас это вот кастрюлька. Ну, всего вам доброго. Используйте все подручные материалы для вашего блага. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...